Всем привет. Ребята, у нас такая мерзкая пакуста. Привет, просто. И ветер, и дождь, и 4 градуса тепла всего. Идем под зонтиками. Паша и я достали снова куртки осенние. В капюшонах, с зонтами, в кофтах. В общем, и ветер сильный зонты сносит. В общем, погодка, конечно, вообще шепчет. И целый день дождь без перестанки идет. Целый день. Зонт ветром сносит. Невозможно ни с зонтом идти, ни без зонта. Потому что ветер настолько сильный, что и дождь, что не знаю, что делать. А так, не промокай, как вообще не пройти. У нас их и нету таких, знаете, чтобы совсем дождевики типа как были. В такую погоду, есть пословица, даже плохой хозяин собаку не выпустит на улицу, а нам надо выйти. Как раз для своих животных купить еды, которая закончилась. Что, идем туда-надо туда или здесь стоим? Так что, весна такая, блин, вообще. Не очень-то. Все нервные сразу такие. Звонят в колокола. Нам Николай Николаевич когда-то покупал вот такие вот ботиночки. Папа, ну, отправлял деньги. Потому что ноги постоянно промокали в кроссовках. Ну, в обыкновенных, тряпичных. А мы купили вот такие, я не знаю, из чего это за материал. Типа, знаете, как резина, не резина. Ну, вот самое то, ходить демисезонку сейчас. Когда и дождь, и снег, и вот, знаете, когда ноги промокают. Очень удобно. По крайней мере, ноги сухие. Ноги сухие, по крайней мере. Че? Ну, погода, да, вообще не хотелось выходить из дома. Ну, что там, какой? У нас зеленый. Мы встали здесь, бля, хомуха. Вообще, вот здесь, а нигде не надо, там рисуют этот... вафельную разметку. А здесь никогда не рисуют. Из-за этого пробка. Поставили бы пару здесь, эти, разметку эту, вафельную. Пару раз бы оштрафовали человек. И уже бы не вставали. На пешеходные переходы и на перекрестки не выстраивались бы. Вообще, дождь сильный и без перестанки идет. Одиннадцатый, вот надо было там стоять. На одиннадцатый бы сейчас сели. Знаете, в такую погоду вспоминается сразу песня У природы нет плохой погоды. Всякая погода благодать. Дождь, лизной. Любое время года надо благодарно принимать. Но вот знаете, мне как-то такую погоду благодарно принимать как-то вот не получается. Потому что затяжные дожди, холодная погода она, конечно, дает о себе знать и настроение, и все остальное хочется, знаете, укутаться в плед заварить себе вкусный чай включить какой-нибудь любимый фильм залечься куда-нибудь в диван или в кресло и смотреть фильм в тепле, в уюте включить еще рядом с собой какой-нибудь электрический нагреватель или лучше в доме камин затопить и вот под щелчки подойти смотреть на эту ужасную погоду которая на улице и кайфовать но, к сожалению, нужно или, к счастью, все равно нужно было выйти прогуляться но что делать надо вот без без корма для животных никак понимаете хлебом животных не покормить особенно кошек поэтому вышли ну и прогуляться с ими немножко нужно лекарство такое какие выкупить решили бактерии попить я потом приеду покажу вам дома очень хорошие живые бактерии я их пил и мне рекомендовал гастроэнтеролог один из самых хороших бактерий если у вас есть проблемы с кишечником с пищеварительной системой со всем трактом с пищеварительным даже если у вас нет просто ради профилактики очень хорошее лекарство но не знаю где они продаются вообще или нет в вашем регионе но однозначно нужно посмотреть его я вам потом во влоге где-то покажу уже или домой когда вернемся или когда в аптеку зайдем после аптеки в общем посмотрим потому что на улице конечно мерзко темы влогов не надо знаете искать иногда ты идешь и они у тебя сами появляются вот например мы сейчас ехали в трамвае в 11 и там взрослый мужчина около ну около 50 лет примерно ехал без билета ехал без билета и вот у меня вопрос к вам как вы относитесь к безбилетникам то есть в Москве нет кондукторов давным-давно есть были такие как называется как это паша называется такие турникеты да какие-то контролеры господи турникеты были заходили все через передние сидения для того чтобы ну билет прошел через передние двери через турникеты зашел уже в сам салон потом это все убрали для того чтобы побыстрее люди заходили во все двери не только в переднюю дверь вот ну и на честность так скажем граждан всех и москвичей и приезжающих в гости ну некоторые люди вот наглеют я как-то говорил о том то что наглеют чаще всего граждане в ближней Азии которые тут приезжают казахи киргизы русские платят так скажем славяне заходят а они все просто в наглую садятся толпой и едут не оплачивая ну и сейчас вот один гражданин славянской внешности я всегда говорил что в каждой нации есть свои недоумки так же как и умные люди ну вот не оплатил билеты вот там женщина кондуктор ой контролер как бы попросила достать документы предъявить чтобы выписать штраф но если уж ты едешь на авось так он там чуть ли не мордобой в трамвай устроил выскочил из трамвая ему контролеры кричат сколько вам мужчина лет ну в общем не знаю как вы относитесь к безбилетникам платите ли вы сами за проезд регулярно или нет но я думаю там где кондуктора там бесплатно практически не проехать а вот в таких городах например как в Москве где нет кондуктора где это все на честность так скажем как в советское время ну вот есть такие индивидуалы которые считают что он почему-то может проехать бесплатно я считаю что это неправильно нет денег значит иди пешком это то же самое как и если ты куришь значит должен иметь деньги чтобы купить сигареты а не попрошайничать не ходить по улице чтобы там знаете его угостили сигареткой ну это лично мое мнение такое поменялись видите тарелками ну кушай марусь куда наставила пусть сама воронит все промокли вообще насквозь практически куртки спасли очень хорошие куртки кстати последний раз купили у меня у Паши вот это вот серое у меня вот это розовое не промокает еще плюс зонты и вот то что я в начале влога говорил вот эти ботинки которые каких зовут папа 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 нам покупал осенью вот мы не ходим и когда дожди вот прямо спасает абсолютно сухие ноги купили зашли 2 бот баку 3 баку ласки воды завтра едем должны поехать на дачу вот поэтому короче зашли купили рулет вот такой во вкусе вел кошкам корм кстати вот достаточно хороший корм такой стоит он на 50 рублей пачка еще берем по скидке ну вот этот проплан постоянно и очень вкусно в красной икре в красной икре икорный дом по-моему называется очень вкусно вот такие вот листы ламинарии продаются с морской капустой традиционная с приправами оливковое масло и соль очень вкусно так еще он должен показать вот в аптеке старички купили у кого я говорил в начале влога проблемы с кишечником бактерии сейчас вам покажу вот это значит я вам показал молоко взяли вот такое но мы завтра недолго будем на даче поэтому дачный сезон если что будем вместе с вами открывать посмотрим что там вообще на даче небольшой ролик но что-то запишу вот короче вот такое молоко чтобы кофе пить разбавляю по зеленке взяли вот такую моцарелку с кофе тетя Таня очень любит буратто из вкуса вилл тоже взяли по зеленке 157 рублей сыр очень вкусный низкокалорийный но по сравнению с другими сырами 220-255 килокалорий а в других сырах около 360-380 то есть практически на 120 килокалорий на 100 грамм меньше я очень люблю это себе на сегодня купил перед телеком смотреть хлебцы такие вот вафельные здесь вообще всего углеводов белки жиры энергетическая ценность 440 килокалорий это очень много на самом деле здесь 70 грамм но я ем ее не целиком и ем там ну по треть на три части примерно делю и я вот такую пироженку еще взяли и сейчас я вам покажу то что для бактерий бактерии какие а еще напишите в комментариях мы проходили сейчас домой когда переходили дорогу проспект мира со стороны станции ВДНХ на свою сторону на космос в сторону космоса и в переходе играли уличные музыканты как вы относитесь к уличным музыкантам хорошо вы считаете это или плохо то что там гром гремит точнее сказать музыка или наоборот шумно точнее сказать да то что по переходу например проходишь где-нибудь на Арбате когда гуляли кстати практически всех уличных музыкантов с Арбата выгнали уже достаточно давно вот ну и давно не видели при сходе проходим сейчас смотрим там какие-то ребята поют или наоборот это хорошее настроение для вас создается что вы утром идете на работу или вот сейчас например дождевых день в такой холодный а для вас сыграет какая-то песня и вы как-то так скажем более легко и свободно начинаете себя ощущать по сравнению с тем что происходит на улице вот напишите в комментариях как вы относитесь к уличным музыкантам на пару сидят редко очень такое бывает одна водичку пьет другая хрустит вот я не знаю может быть Маруська еще израстется она как бечевка я все время говорю а вот здесь у Люськи такой знаете она шерстка видите такая прям друг к дружке все лежит такая аккуратненько это смотрите как сгерошенная как будто вот она ее где-то таскали по полу или у него партшерсток так вот детский еще вот прорастает и вырастает она израстается я вот что-то не знаю но девка ела ты ее это колокольчиком там так ладно это я так к слову показываю короче очень хорошее средство но его нужно прямо в холодильник в холодильник класть хранить только в холодильнике и летом просить чтобы в аптеке вам давали какие-то холодные штуки лист дома брать называется нормофлорин д есть трех видов нормофлорин д на нормофлорин л и еще какой-то в общем я беру всегда нормофлорин д объясняю в чем что здесь два вида бактерий то есть там есть бифидобактерии лакторбактерии в общем какие-то разные мы берем вот я беру вот такой именно мне врач когда-то порекомендовал выпускает его по крайней мере я находил только одна вот эта фирма биокомплекс срок годности очень маленький вот его сделали 31 0 3 и срок годности всего живых бактерий всего лишь 60 дней при условии того что вы будете хранить его правильно всего его хранят при 60 днях и только в холодильнике то есть летом когда я беру это это средство я или с дома беру что-то из морозилки кусок мяса например да иду до там ну грубо говоря вот взяли холод обыкновенный и в пакет положили его и несете вот так потому что часто в аптеках не бывает холода снежок есть такой дешевая серия когда вы разбиваете пакетики он становится холодным чтобы донести до дома вот это летом но сейчас на улице у нас плюс 4 поэтому можно спокойно идти в холодильнике практически то же самое то же самое хранение пить должны на свое усмотрение мне говорили по одной вот такой штуке натощак перед едой утром вот одну такую штуку в внутри написано в эксплуатации по применению написано что нужно пить чуть ли не три раза в день поэтому очень хорошее средство вот такое вот можете нажать на паузу почитать так вот нажму 0 найти в интернете об этом всем историю очень хорошее средство то что продаются например в аптеках сейчас вам покажу у меня просто оно есть вот видите здесь от трех лет вот взрослые 20-30 милетра 2-3 раза 2-3 столовых ложки то есть утром можно пить один раз так понимаю но в общем нужно почитать почитайте кому будет интересно нажмете на паузу и читайте вот короче вот такая фигня и это намного лучше чем вот например линокс да вот у меня есть линокс это вот мне кажется полное фуфло по сравнению с теми же самыми живыми бактериями то есть здесь бактерии которые я не знаю как-то они переработаны а это прямо живые бактерии которые вот в такой вот водичке оно знаете так немножко кисловатого такого вкуса но достаточно неплохо пьется и детям и взрослым и его очень сложно найти в москве очень сложно когда он только появился я хочу сказать что мы его охотились по всей москве и люди нужно бронировать люди бронировали да и приезжают берут прямо пачками огромными то есть по 10 по 15 по 20 штук то есть практически на всю семью берут для детей для взрослых всеми семьями это пьют и на так скажем соседям даже да брали но в общем действительно я не обманываю очень хорошая штука вы знаете кто мне смотрит я никогда не буду рекомендовать того что не нужно брать это никакая не реклама это действительно очень полезная и офигительная штука для кишечника в общем вот такая вот выглядит мы взяли пока две потому что нужно это выпить лучше свежую еще одну взять скажем ну короче в аптеках да смотрите вызывайте заведующую потому что очень часто фармацевты для того чтобы старую партию спихнуть они старую дают а у них подсобках стоят новые или звоните на горячую линию но это если у вас есть конечно у нас это продавался только в одном в одном сначала в одной аптеке самсон фарма сейчас мы купили в аптеке старички они появились стали еще продаваться в аптеках старички вот поэтому можете если у кого-то такие аптеки есть ну или на заказ я не знаю как короче поэтому вот будем пить пропивать эту штуку чтобы кишечник хорошо работал насыпи бактерии так ну возьми да выпей я как тебе одну руку насыплю там есть стаканчик я просто из стаканчика почему никогда не наливаю потому что стаканчик потом нужно ну так скажем мыть я в столовую ложку обычно столовую ложку обязательно надо взболтать открывай на не пролей очень драгоценные живые бактерии представь что они будут на полу валяться они должны пользу принести полную наливание не бойся все хватит осторожно вот и все и в рот но он такой до кисловато-горьковато немножко но приятненький на вкус немножко железом каким-то как будто бы отдает но достаточно неплохо я обычно знаете как брал делал я когда паша не пил я просто пил из горла до утром вставал буль-буль-буль где-то примерно так понимаю что столовая ложка ну как ты ты ложку как-то так вот держишь как вот может ребенку например дашь вот сейчас ложку он должен сам вот сюда вот так вот тут ложки подобраться ложечки короче берите не пожалеете просто даже ради профилактики очень хорошие отзывы и читали в интернете это не просто знаете как это называется такая вот реклама что появилось и нужно пить а очень хорошая штука на самом деле называется называется норма флорин ты еще раз говорю что там три вида норма флорин л норма флорин а по моему там на а.б.б.б.б.д.б.д.б.д.б.д.б.д.б.д. ну вот в этом два вида бактерий поэтому лучше сразу короче там бактерии для толстого и для тонкого для тонкого кишечника в д и то и то а в л и б они короче для для только для толстого ли только 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 тонкого в общем вот посмотрите еще раз на пашу в шортах он обрабатывает все и я пойду раздеваться тоже ждем тепла все целую мои эти как звук птички он клево засос обрабатываю не потому что там коронавирус еще а уже привычка вошло потому что я протер бутылку с водой который мы купили ну ты тогда покажи как чистое выглядит и чистое и вот смотрите какие продукты и всякие штуки продаются насколько грязь нам поэтому но это не краска да просто о том что все пыльное в магазинах и действительно от коронавируса это навряд ли что-то поможет все это знают известно всем раньше как мы тут все мыли вот так вот рядами выкладывали еще на старой кухне когда все это только началось помнишь да я тут недавно просто вспомнил когда мы продукты и понял что насколько было романтично выйти на улицу на час пробежаться по району купить закупляться там все сумищами принести фрукты овощи выложить в мойку это все мылом растворным мылом все это мыли потом выкладывали отсюда полотенце все это сушили по телевизору шел как обычно у меня телемагазин на улице тело солнце была хорошая погода а мы сидели все дома даже в той ситуации я нашел романтику поэтому я учусь искать жизни позитив чего вам желаю будьте добрее друг другу к окружающим людям любить и цените каждый момент вашей жизни все пока кошечки мои и рыбки и птички целую обнимаю кошечка моя смотрит кошечка вот вы вы точно такие же кошечки мои какие-то кошечка очень вас люблю всех за просмотр и за лайки спасибо